Чихать, кашлять и в целом не домогать жители Алтайского края массово начали с середины сентября. Активный сезон простуд, говорят специалисты, продолжается и сейчас, но все же с прошлой недели ситуация начала улучшаться. Регистрируется некоторое снижение. Так, за период 7 октября, 13 октября у нас зарегистрировано 20 551 случаи заболеваемости РВИ, что ниже на 8% предыдущей недели. То есть можно говорить о некоторой стабилизации ситуации, но тем не менее мы по-прежнему остаемся настороженными. В крае сейчас циркулируют адена, рина, боковирусы. Все они относятся к так называемой негриппозной респираторной группе. Но и они способны вызвать осложнения. Так, известия, ссылаясь на данные Федерального Роспотребнадзора, сообщают, в 16 регионах и Алтайский край в их числе зафиксирован всплеск вне больничной пневмонии. Основной возбудитель – микоплазма или микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между бактериями, грибами и вирусами. А впереди ведь еще непростой сезон гриппа. Циркуляция ожидается абсолютно всех вирусов. Просто какой-то будет в отдельном весе больше, какой-то меньше. То есть у нас и H1N1 2009 года, да, свиной так называемый, циркулирует ежегодно. И H3N2 циркулирует, и грипп B. Но они просто немножечко местами могут меняться. Воспаление легких и другие осложнения, подчеркивают специалисты, прежде всего возникают у людей с ослабленным иммунитетом. Его нужно укреплять и лишний раз не рисковать, то есть ставить прививки. Информация о том, что вакцинация против гриппа может привести к заболеваемости, к каким-то тяжелым осложнениям, да, они ничем не подкреплены, такой информации мы не обладаем. И наши данные только говорят об обратном, что прививка помогает защититься, и защититься не только от самого заболевания, да, и перенести его в легкой форме, но и также от осложнений, таких как, например, пневмония, которая сейчас у нас, да, и существует на данный момент. Неделю назад в край поступила очередная партия вакцины от гриппа. Три отечественных препарата для детей и взрослых на 417 тысяч доз. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.